Общественные организации должны помогать в реализации приоритетных проектов главы республики. К такому выводу пришли на совещание специальной комиссии в Дербенте. Обычные жители, кого интересуют дальнейшие будущие районы республики, могли задать вопросы представителям власти. Основной темой стал проект президента. Прозрачный бюджет оказалось, что проблемой региона по-прежнему остаются теневые доходы, что заметно отражается как на республике в целом, так и на интересах каждого человека. Мастерских полно по району. Вот идешь, отремонтировал, ну дайте мне чек, приложить или это. Он не зарегистрировал, как в качестве индивидуального предпринимателя. Нет у меня, не даю короче, я как могу тебе это. Это первое. Второе, едешь в командировку куда-то, едешь приложить соответственно билет на проезд. Не маршрутное такси, которое у нас не купало, не такси такое. Нет, у нас нету короче, не зарегистрировано. Что делать и как быть? По словам Натальи Демидовой, нельзя безответственно перекладывать все полномочия на власть. Людям важно научиться сообщать как о нарушениях, так и просто обращаться с предложениями обеления экономики. В этом должны участвовать все организации общественного характера, начиная от молодежного парламента и заканчивая советом старейшим. Под проекты можно взять гранты. А наши общественники работают сейчас по старинке, я не буду скрывать. Приходит вот так, вот по лучшему строчке написано. Вы хотите фестиваль национального костюма провести? Дайте нам до пятницы миллионов. На сегодняшний день так никто не работает. Работают нас давно уже в республике, на территории Российской Федерации, осуществляется программа «Целедой метод». Метод. Давайте учиться писать проекты социально значимые. Под них, под эти проекты, мы сможем получить реальные деньги. Для того, чтобы реализовать ваши гражданские позитивные и хорошие инициативы.